Добрый день, портал Инсурген, с нами группа Астон. Здравствуйте! Привет! Так что вы выступали, как вам впечатление? Все супер, очень классные ребята, нас сегодня поддерживали, очень классные ребята выступают, но, к сожалению, вот у меня сегодня трехит настал, и у меня не очень с голосом, но так очень повеселились, классно и классно отыграли. Ваше следующее выступление и ближайшие творческие планы? Ну, про творческие планы я уже говорила на сцене, но еще раз повторю, мы сейчас в процессе записи второго альбома, который выйдет в конце этого года, и презентация его состоится в начале 2018 года. Ближайший у нас концерт – это город Рязань, раз-два бар, 12 октября. Скажите, пожалуйста, вот у вас недавно вышел клип «Города», вы снимали в Лос-Анджелесе, какие вот воспоминания яркие с этим связаны? На самом деле просто воспоминания куча, моря, потому что мы жили в Лос-Анджелесе больше месяца, и мы практически каждый день старались какой-то кусочек привнести в наш клип. То есть мы ездили по разным локациям, мы искали какие-то интересные места, каждый вечер засыпая мы искали, куда бы нам поехать, где бы что-то такое красивенькое отснять. В принципе, у нас не было особо какого-то глобального такого сюжета, который должен присутствовать в клипе, мы просто хотели его сделать очень красивым, драйвовым, классным, и я думаю, что у нас получилось, и на самом деле при съемках клипа было очень много разных кавиджных таких ситуаций, потому что это Лос-Анджелес, где съемка запрещена, в принципе. Ну не вообще, но нужно выбирать такие локации, то есть мы хотели снимать в Долине Смерти, но нам сразу сказали, что ребята, если вы поставите там, нам важно было поставить барабанную установку полностью, и играть во всю мощь, вот, а если бы мы поставили там, где мы хотели, нас бы просто на вертолете сразу подлетели, просто бы завернули руки и увезли. Поэтому нам приходилось просто втихаря, либо там на смотровой площадке мы прикрывали друг друга, то есть старались как-то, чтобы нас никакая полиция не накрыла, но это было стрёмно, но получилось все, что мы хотели. Там регулярно рейды проводятся, они все это контролируют, как-то высматривают, да, не нарушают ли, ну, общественный порядок. Ну не то, что они прям смотрят и контролируют, но просто город Лос-Анджелес, это одно из самых таких крупных мест, где проводятся всякие разные съемки, то есть там можно идти на какой-то улице, смотреть, так, это из этого фильма, это из этого фильма, и можно даже просто нечаянно попасть на съемки какого-то еще фильма. Вот, естественно, у этих людей вот с такими большими камерами есть разрешение. А мы снимали на фотоаппарат, вот, даже на самом деле скажу вам, что в Москве, если поставить, например, аппаратуру на стойке, то уже нельзя снимать ни в метро, ни на какой-то там, в Москву-Сити пытались сюда снять, нас просто сразу тоже сворачивали и выводили, потому что съемка на частных территориях запрещена, особенно в Лос-Анджелесе. Но там не то, что прям следят, прям очень сильно, да, но в любом случае можно попасть на то, что завернут. И штрафы будут? Ну, скорее всего, штрафы будут, мы не попадали, но единственное, что штраф, который у нас был, мы снимали машину в аренду, которая у нас тоже в клипе отснималась, вот, однажды нас ее эвакуировали. В принципе, там было написано, что больше двух часов стоять нельзя, но мы немножко задержались, и 350 долларов на... Да. Вот, но, причем, когда мы поехали забирать машину, никаких документов, ничего. То есть, давайте 350 долларов и забирайте свою машину. То есть, вот так все просто. Еще какие-то трудности возникали в процессе? Ну, когда мы снимали весь состав, когда мы ставили барабанную установку, мы искали локацию просто спонтанно очень. Мы подобрали локацию, но нам было достаточно далеко ехать до нее, и мы решили снять, где нам понравится, где красиво. И когда мы уже начали нести туда все барабанные вещи, ну, и вообще всю аппаратуру, мы увидели, что там вот такие дырки от змей. То есть, мы поставили барабанную установку на змейное гнездо. И мы так боялись, мы не знали, что там делали, потому что мы знали, что если вдруг выскочит змея, потому что барабаны же громкие, то есть такой прям... И тем более это гора, там очень сильное эхо. И мы знали, что если выпрыгнут змеи, они могут же быть ядовитыми, мы должны разбегаться в разные стороны. То есть у нас был план такой икс, вот, на случай, если на нас нападут. Но все обошлось, и наш барабанщик сказал, блин, лучше бы на нас напали, потому что не очень-то интересно. То есть боялись-боялись, а непонятно ничего. Ничего такого не произошло. Экстрима не случилось, да? Ну, слава богу, это хорошо. Сколько по времени заняло съемка клипа? Ну, вот жили мы там больше месяца, как я уже говорила, но снимали мы прям таких полноценных дней, ну, может быть, дней 10. Но по чуть-чуть мы все равно старались что-то снимать каждый день. То есть какие-то проходки, то есть, ну, какие-то мелочи мы снимали каждый день. Но так где-то вот прям вот конкретных съемочных дней было около 10. Остальное время отдых? Ну, да. Понравилось отдыхать там? Очень здорово, Америка, это one love. Просто мы обожаем это место, обожаем там быть, мы там не первый раз. И там очень здорово, там, то есть бывают, ну, как я для себя поняла, две категории людей, которые туда приезжают, у них просто становится дикой депрессия, потому что они приезжают, думают, что они звезды, сейчас они приедут в Голливуд, и там у них все будет классно. Вот, но такие люди, как я предполагаю, они в даунтауне, в самом центре Лос-Анджелеса стоят палатки с бомжами. То есть, ну, да, то есть такие актеры, актеры-музыканты живут просто по центру, в палатках, я не знаю, их никуда не выгоняют. А есть второй, второй сорт людей, вот, к которым я бы себя отнесла, да, которые просто посещение вот таких мест, оно просто вдохновляет на что-то большее, потому что можно присоединиться, можно встретить там кого угодно. Вот, как мы, например, встретили группу Линкен Парк просто на улице, да, мы пошли фотографировать закат на мост, и с другой стороны моста стояла группа Линкен Парк в составе. Они снимали новое промо, да, которое сейчас для нового альбома «One More Light», вот, и мы их тоже сфотографировали, вот, это было очень круто. Также мы видели там Стиви Уандера, например, да, ну, то есть, и вполне возможно, мы видели много кого еще, но кого мы, например, даже и не поняли, что это, ну, то есть гуляют там все очень классно, то есть, ну, очень супер. А следующий клип вы тоже хотите за границей где-нибудь снимать? Следующий клип у нас тоже есть в планах для нового альбома, как раз поддержку нового альбома, он будет называться так же, как и новый альбом, и одноименный будет трек к нему, пока не скажу какой. Вот, мы будем снимать в Москве, нам для этого не нужны какие-то локации с красивой природой или еще чем-то, у нас там идея, главная идея, которую нам нужно передать, и для этого нам будет достаточно какого-то небольшого помещения, ну, или большого помещения, ну, просто закрытой территории какой-то. У вас есть кавер на Джастина Тимберлейка, почему именно такой выбор? На самом деле, просто нам всем очень нравится, очень импонирует Джастина Тимберлейк, потому что это крутой достаточно артист, с крутыми песнями, и мы когда думали, что мы хотим, какой кавер хотим мы сделать, ну, не то, что нет, не так, наверное, было, мы просто решили сделать именно кавер на эту песню, потому что мы ее захотели, как наши ребята называют, раскрыть потенциал. Она в оригинале, но это уже старая достаточно композиция, она такая виловатая, ватная, но очень крутая, конечно, и мы хотели сделать ее как-то по-своему пороковому, вот, и нам очень понравится, как мы ее сделали, мы ее практически на каждом концерте стараемся играть, ну, за исключение сегодняшнего, потому что сегодня не хватило времени. А еще каверы хотите на кого-то делать? Ну, вот, также 12 октября мы едем в город Рязань, вместе с командой Pozen Stars, которые делают песни, вот, ребют на группу Линкен Парк, в поддержку, потому что сейчас вот такое горе случилось, сейчас с Романей, в поддержку этого делают огромный тур, в который мы с ним присоединяемся в городе Рязани, и вот вполне возможно, что если мы успеем, но как бы не так уже много времени, осталось, да, меньше двух недель, если мы успеем, то мы обязательно сделаем какую-нибудь песню из Линкен Парка. А сколько времени уходит на подготовку песен, на запись, вот, на репетицию? На самом деле, все абсолютно по-разному, и, то есть, бывает очень быстро, вот, например, песня «Микросфера» на первом нашем альбоме, как она называется, «Микросфера», она у нас вообще просто очень быстро родилась, практически один день, мы планировали выпускать первый альбом без этой песни, вот, но она у нас к нам пришла, и также называется наш альбом, то есть, бывает все по-разному, бывает иногда это мучительно долго, то есть, мы страдаем, что-то там придумываем, думаем, как это сделать, но чаще всего для нас нет такого прям огромного труда, что-то там напридумывать, да, мы делаем какие-то аранжировки уже изначально, а потом начинаем уже их разбирать, нет такого, что мы приходим на студию и начинаем там на базу, да, на репетиции, начинаем вот это все из себя тягомотно вытаскивать, нет, мы сначала придумываем, а потом же начинаем разбирать, если что-то не нравится, то уже что-то меняем, вот, но самое длительное в этом, это, наверное, запись в студии. Запись, сведение, постпродакшн, вот это вот самое трудоемкое такое, потому что хочется делать очень классный продукт, вот, и на классный продукт нужно больше времени, потому что, чтобы отслушать на разной аппаратуре, понять, как, где, что, как должно звучать, вот, и вот на это требуется, конечно, много времени. Как много репетиций вы проводите, ну, то есть раз в неделю или чаще? Мы стараемся, у нас есть, конечно, такой график, мы репетируем два раза в неделю, но если какие-то мероприятия важные, например, да, мы можем и почаще репетировать, а если концерты, например, часто, мы можем что-то пропустить, то есть, ну, стараемся два раза в неделю репетировать. Раньше мы репетировали один раз до концерта, но это было уже очень плачевно, вот, сейчас мы, как бы, так решили себя в тонусе держать и репетировать почаще. Скажите, а творчество каких музыкантов на вас повлияло? Ну, если что касается, вот, например, если прям так с самого детства рассматривать, да, то из русских композиторов, композитор-всполнителей, это и композиторов Земфира, и, как ни странно, Агата Кристи, вот, я помню, как папа мне в 6 лет принес плеер, и там было две кассеты, которые просто ходила и слушала, я знаю все песни наизусть, что касается Земфиры и Агаты Кристи, еще у меня было три желтых кассеты Deep Purple, вот, их тоже я просто слушала, потому что у меня папа любил такую музыку, вот, а дальше, сейчас уже, конечно, я стараюсь, то есть не просто там, что мне папа там давал, да, это я так даже слушаю, сейчас, конечно же, я вообще очень люблю трип-хоповую музыку, таких вот, мой любимый исполнитель из такого направления, это Bortis Head, они первые, можно сказать, такие открыватели электронного звука, и любимых моих звуков Родеса, то есть, промо очень классно, но это немножко не то, что мы играем, потому что у нас музыка более драйвовая, а у них она такая достаточно вялая, ну, такой подыкуренная, так скажем, под настроение, вот, но мне вот очень-очень-очень нравится такое творчество. А с кем бы вы хотели на одной сцене выступить? С кем бы я хотела? Даже не знаю, знаете, я, наверное, была бы рада, ну, хорошо, я бы хотела очень с Джонатаном Дэвисом выступить с вокалистом группы Korn, то есть, это прям вообще моя любовь, и я вот, да, вот это вот, наверное, бы, да, хотелось бы. Еще кого-нибудь, или только с ним? Может быть, Bring Me the Horizon, ну, что такое, но я не уверена, что это было бы прикольно. Иван Эссенс, кстати, кстати, Иван Эссенс, тоже моя еще одна любовь, вот, и когда был концерт ее в Москве недавно, я так сильно опоздала, просто так расстроилась, попала на последние две песни, но в 2018 году они приезжают с акустической программой, я надеюсь, что я послушаю концерт от начала и до конца. А какие еще концерты вы посещали в последнее время, чьи? Так, чьи концерты? Ну, группа Сот и Луна, конечно же, потому что, так как там играют наши друзья, мы начинаем посещать Сабильника, вот, также Трактор Боулинг, вот, это что касается из нашего, да, хотелось бы сходить очень на Animal Jazz, потому что классные ребята, я их, к сожалению, не знаю, но мне очень нравится их творчество, вот, что еще, что еще, ну, на Park Life мы ходили, не могу сказать, что прям дикий фанат System of a Down, вот, но, ну, тоже было ничего, конечно, Серж Танкиан, пальчик, который он все время выставляет, запомнился, вот, но так, когда есть какое-то время свободное, да, и есть концерты, которые я хочу посмотреть, конечно, мы ходим, вот, 3 октября будет Sting, хотелось бы вот на него сходить, надеюсь, что у нас получится. Были какие-то моменты на концертах, вот, именно на ваших, очень такие яркие, запоминающиеся? Так, яркие, запоминающиеся, ну, на самом деле, всю яркость добавляют наши зрители, то есть, и энергетика, вот именно которая, вот, самые важные эмоции, это когда идет обмен энергетикой между нами и между зрителем, потому что бывает, когда мы играем на незнакомый зал, да, там очень сложно подняться людей, потому что они так стоят, ну, потому что они пришли, может быть, на кого-то другого, вот, но мы стараемся всех раскрепостить, заставить, ну, не заставить, да, провоцировать, потанцевать вместе с нами, потому что мы достаточно очень зажигательно стараемся себя вести, вот, и это самое главное, потому что, когда идет отдача от публики, вот, вот, только ради этого и стоит выступать. Спасибо большое вам за интервью, удачи, всего хорошего. Спасибо.